Сегодня я хочу говорить на тему, общая тема будет Церковь Божия, решение человеческих проблем Церковь Божия, решение человеческих проблем И это такая большая тема А сегодня мы поговорим на такую тему И узрить всякое плод спасения Божия И узрить всякое плод спасения Божия И эту проповедь мы будем базировать на Евангелии от Луки 3 глава Евангелие от Луки 3 глава Открывайте, пожалуйста И будем читать со 2 стиха От Луки 3, со 2 стиха При первосвященниках Ани и Кайафи Бил глагол Божий к Яну, сыну Захарии в пустыне И он проходил по всей окрестной стране Иорданской Проповедуя крещение покаяния и прощение грехов Как написано в книге слов пророка Исаии Который говорит Глаз вопиющего в пустыне Приготовьте путь Господу Примим и сделайте стези Ему Всякий дол да наполнится И всякая гора и хам да понизятся Кривизни выпрямятся И неровные пути сделаются гладкими И узрить всякая плод спасения Божия И Иоанн приходившему креститься от него народу говорил По рождении Короче, я это пропускаю Восьмой стиль Сотворите же достойно плоди покаяния И не думайте, говори в себе Отец у нас Авраам Ибо говорю вам, что Бог может из камня сих Воздвинуть детей Аврааму И уже из секера прикорный деревь лежит Всякое дерево, не приносящее доброго плода Срубают и бросают в огонь И спрашивал его народ Что же нам делать? Он сказал им в ответ У кого две одежды, тот дай не имеющему И у кого есть пища, делай то же самое Пришли и митеры креститься И сказали ему Учите, что нам делать? Он отвечал им Ничего не требуйте более определенного вам Спрашивали его так же и воины А нам что делать? И сказали им Никого не обижайте Не клевещите И довольствуйте своим жалованием Мы пока остановимся на 14 стих Вспомните нашу тему Глобальная тема Церковь Божия Решение человеческих проблем И сегодня мы будем фокусироваться на маленькую тему И узреть всякое плод спасения Божия В этом месте написано, что пришел глагол Пришел Слово Божие к Яну Пришел голос Божий к Яну То есть Бог явился к Яну Бог пришел Бог дай ему откровение Бог дай ему понимание И там написано, что после того, когда он принял это Слово После того, когда Бог посетил его Он не сидел на месте Написано, что он ходил по всей окрестности Когда Бог дает нам Слово Когда Бог дает нам понимание Он никак не ожидает Что мы будем сидеть на этих знаниях Мы Бога не впечатляем Когда мы просто демонстрируем Выставляем наши знания Бог не посылает сегодня нам проповедь Просто чтобы попонять наши То слова Запасы или что-то Или знания нет Когда Бог посылает нам глагол Когда Бог посылает нам Слово Он всегда ожидает действия Это Слово Оно должна гореть внутри нас Как огонь Вот это Слово Оно не должно давать нам Покой Ибо Слово Божие В Библии написано «Живо и действенны» У Бога нету Неживое Слово Слово Божие Име в себе Жизнь Слово Божие Име в себе Действие И если Бог говорит Значит, я должна Действовать Если Бог Говорит Значит, я должна С этим Словом что-то делать. Бог мне не говорит, лишь бы говорить. Бог мне не говорит от скучки. Ну, скучно, да? Он не говорит от этого. Он говорит, потому что он хочет что-то делать. Когда Бог даст, в этой серии я буду проповедовать от исхода седьмой главы. Это когда Бог явился Моисею. И Бог говорит Моисею, я услышал вопел, я услышал, ну, страдания народа моего. И Бог говорит, и пришел избавить их. А позже Бог говорит Моисею, пойди. Бог говорит, я услышал их проблемы, и пришел что-то делать. Видите, когда Бог видит нужду, когда Бог видит проблемы, Он что-то делает. Он пустился, Он нашел Моисея. И если вы читаете это местописание, вы увидите, Бог увидел, хорошо, ты пришел, решай, чего ты меня трогаешь. Оказывается, что когда Бог хочет действовать, Он ищет человека. Он говорит, я пришел решать проблему. Но с тобой, Моисея, но с тобой, Виталий, но с тобой, Сергей, я решаю вопросы через из людей. Церковь Божия мы знаем с вами, что это не просто какое-то знание. И человек украшает здание. Не здание украшает человека. Человек дает жизни знание. Поэтому Церковь Божия это мы с вами. И мы с вами же есть решение человеческих проблем. Бог избавил нас, Бог спасал нас для того, чтобы мы могли решать всех, абсолютно всех человеческих проблем. И пришло Слово Божие к Иоанну. И что говорит это слово? Слава Богу, что Иоанн понял, что он должен что-то делать с этим словом. Что он не должен закрыть это слово в банках. Что он не должен делать вид, как будто что Бог не говорит. Сколько раз Бог нам говорит, и мы слушаем, 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 и мы ничего не делаем. Нам нельзя закрыть, нам нельзя закрыть, как в банке Слово Божие. Если Бог посылает нам слово через наши, когда мы читаем Библию каждый день, когда мы слышим проповеди, или какую-то школу мы слышим, или в ритете, Бог всегда ожидает определенного действия от нас. По Иоанну написано, что он проходил по всей окрестностей страны юриданской. То, что было в его возможности, то, что было в его районе, он сделал так, чтобы все услышали слово, которое Бог дал ему. Написано, что он проповедовал крещение, покаяние и прощение грехов. Крещение, покаяние и прощение грехов. А это есть и начало решения человеческих проблем. Когда человек принимает крещение покаяния, когда человек осознает, что он грешный, когда человек осознает, что он сам себе не может помочь, когда человек осознает, что самое лучшее, что он может придумать, это грех, когда человек понимает, что он ас по грехам, и когда человек понимает, что чем больше он грешит, тем больше он смирит. Чем больше он приглашает смерть в свою жизнь. Чем больше он не живет. И когда человек видит Бога, как воздух, когда человек видит Бога, что я без тебя не могу жить, я нуждаю в тебе, я питался, у меня ничего не получается. Ты мое все, ты мое спасение, ты мое избавление. И он крестится в этом покаянии. Он принимает суть Иисуса Христа. Он говорит, он ходил, проповедуя крещение покаяния и прощение грехов. Это начало решения всех человеческих проблем. Когда человек принимает Иисуса Христа в своем сердце, когда человек сможет покаяться и начинает идти за Богом, это уже есть решение проблем. Да, есть очень много проблем в нашем мире, в Украине куча проблем. И мы призываем, помогите тому, ходите в больницу, ходите в турниры, еще куда-то ходить. Но вы знаете, самое лучшее, самая большая благотворительность, это проповедовать крещение, покаяние и покаяние от грехов. Сколько бы, и мы будем посещать больницы, но сколько бы, сколько бы мы не посещали больницы, это будет несовершенный вид работы. Мы поможем человеку на земле, мы вылечим его на земле, и здоровьем он попадет в ад. Мы этого не хотим. Это не воля Божия. Поэтому вместе, чем бы мы ни занимались, мы должны включить сюда, туда элемент крещения, покаяния и покаяния от грехов. Потому что это есть настоящая свобода, это то, что принесет настоящее решение в жизни любого человека. вот. И как написано в книге Исаия, и он начал провозглашать волю Божию. То, что он говорит, что глаз вопиющего в пустыне, это не он придумал. Такой глагол, такие слова уже было высвобождено до Иоанна. Он цитировал то, что уже написано в книге Исаии. То, что Бог нам говорит, мало, когда Бог будет нам говорить что-то новое. Конечно, оно для нас будет новое, потому что это забитое старое. Воля Божия не изменилась, ибо так возлюбил Бог мир, что Ода Сына Своего Единородного. Представьте Исаия, и представьте Иоанн, когда он родился. И Бог не изменился, и Бог не поменял свое намерение. И когда он нашел Иоанна, он просто говорил ему то же самое слово, которое он говорит еще давно пророку. Это всегда была воля Божия, чтобы мы с вами, чтобы церковь Бога живого был голосом вопиющего в пустыне. Мы находимся в пустыне. Весь мир это как пустына. Весь мир лежит возле. Мы часто смотрим, что непонятно куда мир катится. Но среди этого Бог не хочет, чтобы мы теряли надежду. Среди этого Бог не хочет, чтобы мы начали думать, как неверующие люди. Бог не хочет, чтобы мы начали говорить, как неверующие люди. Бог хочет, чтобы я была голосом вопиющего среди хаоса. Бог хочет, чтобы я была голосом вопиющего среди болезни. Бог хочет, чтобы я была голосом воспиющего среди болезни, неполадки, неустройства, чтобы я была голосом надежды, чтобы я была голосом решения, чтобы я была тот, который направляет людей в правильный путь Божий. Благодаря этому Он и меня проговаривает. Благодаря этому Он меня и посещает. Благодаря этому Он мне и помазывает. Чтобы я была голосом вопиющей в пустыне, когда все так плохо, когда все смотрят на друг друга, ужас, когда все говорят, не знаю, что будет с Украиной, когда все говорят, Господи, что будет завтра, когда пустына, нет воды, нет надежды, нет будущего, Бог посещает нас, Бог посещает меня, потому что я храм Бога Живого, я есть индивидуальная церковь, я вхожу по местным церковь, и церковь была, есть и всегда будет решение всех человеческих проблем. И я не успокоюсь, потому что Дух Господа Бога на мне, я являюсь голосом Божьим, и я не имею права, и мы не имеем права успокаиваться, пока не узрит славу Божию, пока не узрит спасение Божие, всякая плоть. Бог переживает о всякой плоти. Бог создал каждого человека, и Он не хочет потерять никого. Он говорит, и узрит, и узрит всякая плоть спасения Божие. Бог дает решение проблем через спасение, которое Он дарует нам постоянно. 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 Церковь это решение для любого кризиса. Церковь всегда должна говорить слово веры, церковь всегда должна говорить слово надежды, церковь всегда должна говорить слово радости, церковь всегда должна говорить слово праведности среди хаоса, среди кризиса. Когда нет прямых путей, церковь должна говорить, должна пророчествовать. Церковь не должна согласиться, не должна смириться с теми вещами, которые неправильны вокруг себя. Потому что Бог не успокаивается, пока не будет совершена Его воля. И мы тоже не должны успокаиваться. Мы должны постоянно бросать визу. Написано, сделайте стези Его прямыми. Приготовьте путь Господу. Вся наша жизнь, каждый день нашей жизни, она должна состоиться в том, что мы приготовим путь Господу. Когда мы евангелизируем, мы приготовим путь Господа, для того, чтобы Бог мог прикасаться к этим людям. Написано, как они услышат, если никто не скажет им, что Бог любит их. Когда никто не предложит им флайер взять, когда никто не предложит им газету взять. Сегодня у нас в английской церкви один брат свидетельствовал. Он говорит, что он делал покупку в супермаркете. И перед ним, знаете, где расплачиваются, все вытаскивают потом. И он говорит, что я увидела, что в ее покупке было очень много алкогольных напитков. Там и водка, и пиво, ассортимент хороший. И он говорит, что он смотрит, это была женщина, ну, под 60, там, может быть, 55. Он говорит, что ему стало, ну, неспокойно. Ну, мы как-то привыкли, когда мужчины пьют, да? А беспокоим чуть-чуть, когда женщины пьют. И, короче, он, знаете, как мишен, да? Ну, ну, фокус на эту женщину. И Бог проговорил ему отдать этой женщине флайер. Вот, и он как будто ждал ее, да? Когда она будет у выхода. И он дает ему ей флайер. И, как всегда, не надо, мне этого не надо. Вот, еще такой очень не надо. И Бог дал Барту мудрость. И он говорит, и алкоголь тоже не решение. И она остановилась. Это засыпало ее. Видите, флайер ее не засыпало. А когда он говорит слово, глагол Божий, он говорит, и алкоголь тоже не решение. И она растаялась, гордость ушла. У брата была возможность говорить ей. Она говорила, у меня муж инсультом, да, лежит после инсульта. У меня выхода нету. Чтобы этого не видеть, чтобы не с ума зайти, я стала много пить. и узрить всякое плод спасения Божьего. Но как же узрить всякое плод спасения Божьего? если мы не будем действовать, если мы не будем чувствительными к тому, если мы не будем смотреть, что покупает человек, который перед нами на очереди. Написано, Иоанн ходил по всей окрестностям. Он чувствовал ответственность за слово, которое Бог дал ему. Он понимает, что это слово было не только для него. Он понял, что другие должны знать, что Бог хочет, чтобы непрямые пути стали прямыми, что Бог хочет, чтобы всякая долина заполнится, что Бог против кризиса, Бог против хаоса. Он будет использовать нас, чтобы закрывать дырки. Бог не создал церковь, как клуб. Бог создал церковь, как решение. А что такое церковь? Церковь – это я. И на меня задание, и на мне огонь. И узрить всякое плод, и узрить всякое плод, и узрить всякое плод. И это толкает меня, чтобы я не разделяла людей, чтобы я всегда была готова помочь, чтобы я всегда была готова говорить Слово Божие, пока мы не сделаем прямыми стези его. Мы не должны отчаиваться, мы не должны разочароваться, мы не должны опускать руку, мы не должны говорить, что это невозможно среди пустыни, среди хаоса, среди кризиса. Бог хочет, чтобы мы говорили, как человека Божьего. Бог хочет, чтобы мы говорили воле Божьей. Бог хочет, чтобы мы говорили, что и узрить всякое плод спасения Божьего. Сейчас в Украине Бог хочет, чтобы мы говорили, что и узрит всякое плод спасения Божьего. Ни в нижней ситуации, ни в нижней кризисе, в которой мы находимся, политически, экономически, морально, как бы это ни было, нужны такие люди, как Иоанны. Нужны такие люди, которые не будут соглашаться с теми, что большинство говорит. Нужны люди, которые будут что-то делать с Словом Божьим, которое они получают. Нужны люди, которые будут говорить что-то противоположное того, что большинство людей говорят. Нужны люди, которые будут верить, что можно делать стезы прямыми. Нужны люди, которые будут верить, что всякая долина будет наполниться. Да, наполниться. Сила Божья достаточно, чтобы наполнить всякую долину. Нужны люди, которые знают Бога, кого посещает Бог, и которые могут заявлять в духовном мире, и которые могут заявлять в физическом мире, что всякая гора и хамда понизятся. Им не страшна долина, им не страшна гора, и мне не страшна долина, и мне не страшна гора, и вам тоже должна быть не страшна долина, и не страшна гора, потому что есть Слово Господне, есть Слово Божие, Который заполнит всякую долину, есть Слово Божие, Который говорит, что ты гора перед посольством Божьим, что ты гора перед моим сыном, что ты гора перед моей дочерью, станет кем? Равниной. Потому что узрит всякая плод спасения Божьего. Мы голос Божий, мы голос уверенности, мы служители Божьи. мы не должны говорить, как другие говорят. Мы не часть проблеми, мы часть решений. Мы не те люди, которые создают проблемы. Мы есть люди, которые создают решения, пока всякая плод не увидят спасения Божьего. Мы не должны успокаиваться. Мы постоянно должны придумать пути. Мы должны постоянно придумать проекты. Посмотрите, сегодня в короткое время мы смогли презентовать, рассказать вам пять направлений, которые существуют для того, чтобы всякая плод узрить спасение Божьего. Мы говорили о клубе здоровья, турельное служение, компьютерный клуб, дом милоседия, больничное служение, онкология. Это же не все. Это же не 10%. Каждый человек, это же служение. А что заправляет нас? Почему мы не успокаиваемся? Почему мы не как все сехвы? Потому что мы услышали глагол Божий. Потому что мы услышали Слово Божие. И мы не можем сидеть на этом слове. Если бы Бог не говорил, мы бы были невиновными. Но Бог так говорит. Бог так много говорит. Это слово не только для нас. Это слово не для пантеи. Нет. Это слово для того, чтобы мы направили, пока не узрит спасение Божьего. В Исайе 40 глава, где основной тезис. Вот. Иоанн цитировал Исайя 40. Там написано, и слава Господня будет, и узрять всякая плод. Бог хочет являть Его славу через каждого из нас. Бог сам не успокаивается. И Он не хочет, чтобы мы с вами успокоились. Он никак этого не хочет. Кривизны выпрямятся. Как в личной жизни, как в церковной жизни, так в сусяной жизни. Мы должны оставаться верующими, которые верят в Слово Божие. А что Слово Божие говорит сегодня? Та же самое Слово, которое пришло к Иоанну, приходит к нам сегодня. И что это Слово нам говорит? Это Слово говорит, что всякий дол будет наполниться. Всякая гора будет понизиться. Кривизны в любой сфере жизни выпрямятся. И неровные пути сделаются гладкими. Благодаря тому, что есть Слово Божие, Бог открывает разные проекты, разные служения. Через Клуб Здоровья Бог наполняет определенные долоны. Через компьютерный клуб. Видите, что они говорили сегодня? Я когда-то обратилась к Алене и к Сергею. Я говорю, вот у меня вот этот айпад. И я понимаю, что даже 10% его ресурса, это айпад для меня проблема. Я понимаю, что он больше может и никак. И я не знаю. Потому что все служения работают на исполнении глагола Божьего, на исполнении Слова Божьего. Бог дает возможности, Бог дает служение для того, чтобы исполниться то, что он хочет. Он говорит Исаия, Исаия, всякий дол наполнится. Он говорит Исаия, всякая гора понизится. Он говорит Исаия, всякие кривизны выпрямятся. Прошло очень-очень-очень много времени. Пришел к Иоанну то же самое. Прошло очень-очень-очень много времени, пришел к нам сегодня. И что он нам говорит? То же самое. Потому что Бог не человек, чтобы лгать. Бог не сын человеческий, чтобы покаялся. Это Его воля, чтобы всякая долина была заполнена. Это Его воля, чтобы всякая гора стала равнина. Как в личных делах, как в жизненных делах, так и в служении, так и в судьбе нашей страны, Украине. Помните, когда Бог хотел истребить Содому и Гомору, и Авраам, когда тайствовал, и Бог говорит, если я найду пять правильных людей, я оставлю этот город. Церковь. Судьба Украины в наших руках. Нужны люди, которые будут говорить. Не то, что мы не знаем, что будет. Нужны люди, не те, которые будут, о, Путин за две недели Киев возьмет. Нужны люди, которые будут повторять Слово Божие. Нужны непопулярные люди. Нужны люди, которые могут смотреть руины в глаза. Люди, которые будут смотреть хаос в глаза. Люди, которые будут смотреть крысы в глаза и скажет, что ты, гора перед Украиной, станешь равниной. С нас будут смеяться, но они потом будут удивляться, когда придет вот эта равнина в нашей жизни. Бог не просто говорит, Бог не просто говорит, Бог ожидает действие от нас. Иоанн говорит, сотворите же достойные плоди покаяния. Для того, чтобы узруить всякое плод спасения Божьего, нужно, чтобы мы постоянно сотворили, производили достойные плоди покаяния. Если мы уже крещены покаяния, если мы уже умерли за крестом и воскресли вместе с ним, тогда должны быть плоди достойные покаяния. Плоди Духа. Мы должны следить за нашими плодами. Мы никогда не должны стать верующими без плода. Разница должна быть резкая, она должна быть видная. Должна быть разница между верующими и неверующими. Мы слышали очень много, мы слышали очень много беззаконий в церкви, мы слышали очень много нечистота в церкви, но мы не должны допускать такого в церкви посолства Божьего. Должна быть правильность, должна быть трепет, должна быть страх Божий. Мы не должны позволять грех в доме Божьем. Иначе мы не сможем исполнять волю Божьей. Нам нужно принести плоди достойные. Написано, кто во кресте Иисусе новое творение. Прошлое, старое прошлое, теперь все новое. Слово Божье приходит к нам сегодня, для того, чтобы мы начали направлять, бросать огромную энергию, огромную силу, для того, чтобы мы сотворили достойные плоди покаяния, потому что это то, что сделает так, что всякое плод узрит славу Божию, и всякое плод через нас увидеть спасение Божие. Мы не можем долго быть неактивными, мы не можем долго пренебрегать Бога, мы не можем долго говорить, что Бог есть любовь, Бог принимает меня таким, как я есть, мы долго не сможем говорить, что у нас отец Авраама, мы не долго мы не сможем говорить, я уже 10 лет в этой церкви, долго мы не сможем говорить, я уже 20 лет в этой церкви, Бог ожидает плода, не говори мне словами, сколько лет ты в этой церкви, говори мне плодами, не говори мне, что у нас Авраам как отец, не говори мне, что у меня фотография с пастором с пастором Сандием, принесите плода покаяния, покажите, что внутри вас есть Бог, поэтому мы должны бросать усилия наши, работать, чтобы было видно, что действительно внутри меня живет Бог, что сила воскресения действует во мне, иначе 9 стих написано уже из секира при корне деревь лежит, Бог вечно терпеть не будет, Бог будет трясить нас, Бог будет создать ситуацию, Бог не успокоится, пока я не приношу эти плода, потому что огромный ресурс, Он вкладывает во мне каждый день, Форрес готовится, Форрес готовится к экзамену, это TOEFL, да, TOEFL, это TOEFL, да, TOEFL, это если хочешь учиться, особенно в Америку, и твоя, как там Форрес, почему тебе надо этот экзамен, и ты не гражданин Америки, да, да, и ты не гражданин Америки, чтобы проверить уровни знания английского языка, надо сделать этот экзамен, и я с ним разговаривала вчера, я говорю, а как ты будешь готовиться к этому экзамену, я пройду это экзамен, экзамен какой-то один или два раза, я говорю, один или два раза, почему, это же мало, он говорит, мама, но я же не зря ходила в английскую школу дивина сетлет. Понимаете? Я же не зря.